Привет, чуть-чуть о науке! Это Иван и новый выпуск шоу-подкаста. Перед тем, как вы перейдёте к просмотру, у меня есть два момента, которые я должен озвучить. Во-первых, я хотел бы поблагодарить наших патронов на сайте patreon.com и спонсоров на ютубе. И, конечно же, за вашу поддержку, в благодарность вас ждёт уже дополнительная беседа с нашим сегодняшним гостем. И момент номер два. Я конкретно простоволосился, когда скидывал видеофайлы этого подкаста. Поэтому, к сожалению, большая часть основного выпуска будет проходить без видеокартинки. Там будет просто стоять заплатка. Но всё равно вы можете включить это фоном и слушать. Там будет невероятно интересный рассказ. Всё, не буду вас задерживать. Удачного просмотра! Тема сегодняшнего подкаста – генные инженеры. И у нас в гостях заведующий лабораторией генетики и развития Института цитологии и генетики Нариман Батуллин. Нариман, привет! Привет! Предлагаю начать, наверное, с самых азов, поскольку нас могут смотреть люди, которые далеки от генной инженерии, от биологии. В общем, что такое гены? Хороший заход. Ну, гены – это то, что кусочки ДНК. Но про ДНК, наверное, можно не говорить. ДНК в каждой клетке есть. Она кодирует нашу идентичность, можно так сказать. Ну, ген – это маленький кусочек, который определяет, ну, если грубо говорить, синтез какого-то одного белка. А белки уже определяют то, какими мы будем. Какого цвета у нас глаза, какой длины у нас пальцы, какой у нас IQ. И зачем тогда их менять? Ну, менять, потому что это, ну, если так подумать, это прямо то, чем человечество занимается на протяжении уже, наверное, всей своей истории. Потому что, ну, не секрет же, что вы, когда покупаете квартиру, вы начинаете ее обустраивать, делать так, чтобы вам было удобно. То есть человек, в принципе, меняет окружение свое так, чтобы было удобно, полезно. Собственно, менять гены нужно для того, чтобы окружающие организмы выполняли какие-то новые функции, которые… Или выполняют старые функции, но гораздо лучше. То есть мы просто делаем так, чтобы человечеству было жить чуть-чуть удобнее. А с помощью каких механизмов это происходит? И происходит ли это автономно, без участия человека? Ну да, да. Гены меняются на протяжении. Ну, то есть жизнь эволюционирует, и гены меняются постоянно. То есть эволюция — это и есть изменение генов. Вот на протяжении последних четырех миллиардов лет они все время, организмы меняются, гены меняются, все движется потихонечку. Просто человек, этот процесс, который, ну, в общем-то, такой стахастический, случайный, он может в разные направления двигаться, эволюция может двигаться по разным направлениям. Человек направляет это и делает так, чтобы изменения в нужную сторону двигались. Если вы хотите получить молочную породу коров, лучше, чтобы корова была, не знаю, поддавала больше молока, а не была чуть более красивой, чем до этого. Ну, то есть это всего лишь такой более осмысленный, направленный путь. А какие именно механизмы имеются в виду, как меняются гены? То есть там выпадает какой-то нуклеотид или что-то еще происходит? Ой, все, все, что угодно. Тысячи их механизмов этих. Ну, в смысле, что с ДНК может происходить куча разных событий. Могут меняться отдельные буквы, могут появляться новые кусочки. Старые кусочки, которые были, могут исчезать. Они могут менять порядок, могут увеличиваться в копийности. Скажем, была одна копия гена, стало две копии гена. Вот это, кстати, забавная штука, что в истории, ну вот нас с вами, позвоночных, было несколько событий, когда геном полностью удваивался. То есть вообще весь набор генов увеличился. И с одной стороны, как бы, это странно немного, потому что, ну, вы живете, у вас есть какой-то набор генов. Тут бах, их стало в два раза больше. С одной стороны, они не нужны. И действительно, большая часть генов после таких событий может потеряться. Но это новые возможности. Некоторые гены, они, когда они появляются в двух копиях, они могут разделиться по функциям. Одни выполняют одну функцию, теперь, а вторая копия выполняет прежнюю функцию. То есть мутации множества всяких разных. Ну и в генной инженерии тоже куча всего используется. Но обычно, ну, самый простой способ в генной инженерии – это докинуть каких-нибудь генов, которые у этого организма не было. Там от медузы взять ген в мышку или там в корову. И получилась корова с геном медузы. Если бы все правильно задизайнили, синженерили, то корова получит новую функцию, какой-то новый признак. Если нет, то будет просто корова с геном медузы, и это не принесет никакой пользы. Которая может даже не будет работать, короче говоря. Да, да, да. Это, ну, бывает, да. Ну вот в природных условиях, понятное дело, что там ген медузы к корове, наверное, не может попасть. Как тогда вообще там механизмы? То есть под воздействием радиации, например? Или что вообще происходит? Ну, в природе нет. Ну, хотя есть. Есть некоторые примеры организмов, которые умеют перекидывать свои гены чужим организмам. Это часто делают так всякие вирусы и бактерии. Вот у растений есть такие паразиты, называются агробактерии. Они, в принципе, постоянно занимаются тем, что если заражают клетку, то они часть своей ДНК закидывают в геном клетки. В общем, они такие природные генные инженеры. Они это делают постоянно. И есть небольшое... Ну, вообще, бактерии, они все друг с другом обмениваются генами просто на раз-два. Это у них называется горизонтальный перенос, и это прям свойство их, которое помогает им жить. А вот у... Мне очень нравится это название – высшие организмы. Как-то не очень толерантно, да, по сравнению к бактериям. Но, тем не менее, вот у высших, у растений, у животных, иногда все-таки случаются примеры того, что гены попадают в геном из другого организма. Я не совсем точно помню, но, по-моему, у какого-то вида тли есть гены, которые, судя по всему, попали от растений. То есть вот они живут на растении, питаются растительным соком. Каким-то неведомым образом кусочки фрагментов, фрагменты ДНК от растений попали в их геном. И они теперь там какие-то функции выполняют. Но это прям редкие события. Если мы хотим направленно переносить гены, то множество всяких способов было разработано. Ну, и самый простой способ, который используют генные инженеры, это вколоть ДНК прямо в ядро. И вот это забавная штука, что ДНК при этом, она встраивается сама. То есть мы не делаем каких-то особых там манипуляций для того, чтобы она встроилась. И это очень странно прям. Я когда думаю об этом, мне приходит аналогия, что вот хирург, вот он делает пересадку сердца. Он же раскрывает грудную клетку, вынимает старое и очень долго пришивает все артерии, все нервы, чтобы все было... Работало так, как надо. Генный инженер делает абсолютно не так. Он делает... Все, моя работа закончилась. Типа мы вставили сердце в грудную клетку, а там дальше оно само как-нибудь куда-нибудь встроится. И самое заводное, что встраивается. Ну, обычно, правда, в какие-то странные места в геноме, но типа это не очень точно получается, но она встраивается. И это, конечно, большое везение, ну, нам повезло, потому что иначе у нас бы генной инженерии никогда бы не получилось, потому что в нужное место встроить это довольно сложно. И мы только сейчас, буквально вот в последние несколько лет, научились это эффективно делать на многих примерах. А до этого это было практически нереально, вставить ДНК в нужное место в геноме. А это важно. А в каких случаях вот именно вот так, как в тупую втыкают иглу, там, не знаю, в ядро, и, ну, вжибляют ДНК? Или это в большинстве до сих пор используется? Обычно это делают с животными, конкретно с млекопитающими. Там мыши всякие, свиньи, коровы, козы. Вот хотите сделать трансгенную козу, вам придется воткнуть тоненьким-тоненьким шприцом, ДНК ей прямо, ну, не просто козе, ну, в последнюю взрослую козе. Нужна коза одноклеточная. Вот когда только-только была яйцеклетка, оплодотворилась сперматозоидом, получилась одноклеточная коза. У нее еще мало что похоже напоминает на козу. Вот у нас недавно была забавная история, что мы, ну, вот мой, я не знаю, как это, диссертант, вот я руководитель диссертации, вот мой аспирант, он вставил картинку в диссертацию, что вот, это пример того, как мы колем ДНК в зиготу мыши. И, ну, все прочитали, все нормально, в какой-то момент наш эмбриолог такой, так это же коза, это не мышь. Ну, отличить мышь от козы довольно сложно, они просто шарик с маленьким ядром. Но, в общем, мышь, в млекопитающие можно просто заколоть, она встроится. В растениях там вообще жесть, там используют генные пушки. Ну, это такая штука, которая может стрелять золотыми частицами, ну, по сути, такая дробь золотая. И каждая частица, она покрыта ДНК. Ну, вы вымачиваете золотые частицы в ДНК, заряжаете в пушку, берете, ставите листочек и шмаляете в него так. Все, эти частички проникают внутрь, то есть вам даже не надо целиться, там, какая-то часть из этих частиц, она действительно попадет в ядро, и ДНК, которая у нее на поверхности есть, она окажется в ядре и встроится. То есть даже такие есть способы. Дистанционные. В принципе, можно там какую-то генную войну использовать, генными пушками. Ну, со взрослыми млекопитающими так не получится, потому что, ну, у вас модифицировалась какая-то часть клеток взрослого организма, практически это ни на что не влияет. А вот у растений, у них практически каждая клетка может превратиться во взрослый организм. Ну, то есть вот это вот черенкование. Ну, все, наверное, знают, если опустить листочек в баночку с водой, у него как бы пойдут корни, и вот вам растения. То есть растения так могут. Так что, в принципе, можно лес обстрелять из генной пушки и получить трансгенный лес. Ужас какой-то. А еще какие способы, вот помимо генной пушки, выстреливания ДНК в ядро? Ну, вирусы можно использовать. Это тоже такое, ну, немного шокирующее для обывателей, но тем не менее. Генные инженеры любят использовать вирусы для того, чтобы доставлять ДНК или там генетические конструкции в другие организмы, потому что вирусы, они в принципе тоже этим и занимаются, они так и живут. Чтобы вирусу выжать, ему нужно впрыснуть свою ДНК или РНК, ну, смотри, какой вирус. Не знаю, какой ДНК. А, коронавирус, да, нам надо актуальничать. Так вот, надо как коронавирус поступать, надо вспрыскивать свою ДНК в клетку, и она там начинает размножаться. То есть вирусы в принципе могут это делать. И вот для млекопитающих самый излюбленный вирус, которым используют генные инженеры, это ВИЧ. То есть генные инженеры сделали так, такой ВИЧ, у которого выкинули все гены, которые обеспечивают его вот эту высокую верулемность. Да, да, снижение иммунитета. Ну, то есть выкинули все плохое, оставили все хорошее. И в такие вирусы можно закидывать любую генетическую последовательность. И такой вирус, он как бы снаружи, как вирус, но несет в себе не ДНК ВИЧ, или там РНК ВИЧ, а уже то, что мы в него закодировали. И вот в лабораториях это суперактивно используется. У нас в лаборатории полно примеров использования вот таких одомашненных ВИЧ для того, чтобы заражать клетки. И, наверное, даже немного страшно. Ну, потому что, ну, понимаешь, что, ну, это же вирусы, они в принципе им, что культуру клеток заразить, что твои клетки заразить. Да, вот тут довольно интересный вопрос, что если там, не знаю, какую-нибудь технику безопасности во время эксперимента нарушить и вживить там себе, не знаю, ген Медузы, что-нибудь произойдет или нет? Так, я сейчас на камеру скажу. Мы соблюдаем технику безопасности очень хорошо в Институте цитологии и генетики. У нас таких случаев не было никогда. Это очень важно. Это очень важно. Вот, да, произойдет. Если это случится, это произойдет. То есть, ну, я уверен, что, ну, какое-то количество вирусов могло попасть и в мой организм. Но тут надо понимать, что эти вирусы не размножаются. То есть, они могут заразить... Одна вирусная частица заразила одну клетку. И, по сути, обычный контакт с какой-нибудь клеткой кожи, если случился, они и так отмирают, они отшелушиваются и превращаются в пыль. Так что, в общем-то, это достаточно безопасно. Ну, и вообще мы используем перчатки, и очки, и соблюдаем технику безопасности. Ну, то есть, нет какой-то критической дозы условной, которой ты на себя попал случайно или специально пролил, и ты все, стал там медузой наполовину. Ну, вообще есть. Ну, то есть, это достаточно опасная штука. Ну, то есть, кроме шуток, работа с вирусами, это действительно требует внимания. И мы всегда ее действительно очень внимательно работаем, когда работаем с вирусом, потому что вирусы, встраиваясь в ДНК, они могут нарушить... Ну, то есть, важно не то, что они с собой принесут ген медузы. Хуже, что при встройке они сломают какой-нибудь собственный ген, потому что они тоже не особо целятся, они встраиваются в какое-то случайное место. А у нас полно довольно важных мест в геноме, которые, если нарушишь, то гены выйдут из-под вот этого тонкого равновесия, в котором они находятся. Ну, и самая типичная ситуация, когда они выходят из равновесия, это опухоль, образование опухолей. Ну, мало приятного, поэтому экспериментаторы, они все-таки специалисты в биологии, они понимают и знают это, и поэтому поливать себя вирусом, ну, это прям чревато. Поэтому это нельзя делать, конечно. Это надо быть каким-то альтернативно одаренным, чтобы так делать, наверное. Ну, хотя, с другой стороны, конечно, там, shit happens, это тоже бывает. Ну, в смысле, если ты будешь носить большой объем вируса в стеклянной колбе, ну, наверное, это не очень хорошо. Поэтому лучше носить в маленьких пластиковых колбочках, которые, там, пробирочек, которые не будут разбиваться. Ну, то есть про это тоже надо думать, потому что даже если ты не хочешь что-то намеренно сделать, то есть всегда есть вот эта вот невнимательность, минутное отвлечение, которое тоже опасно. Поэтому про это тоже надо думать. Ну, да, и тут я согласен. Что касается специфичных встроек. Вот ты сказал, что последние несколько лет вот нашли способ, как специфично встраивать участки ДНК в геном. Ну, вообще, надо сказать, что стройка ДНК невозможна без того, чтобы разрезать геном. То есть для того, чтобы какую-то последовательность встроить, ну, или там, вшить, надо сначала собственную ДНК ее разрезать. И почему она обычно встраивается в случайные места? Потому что мы не обеспечиваем разрез в нужном месте. Мы надеемся, что где-то в геноме, в это время, когда мы вкалываем ДНК, есть какой-то разрыв. И он в этот разрыв наша генетическая конструкция встраивается. Действительно, в геноме случаются разрывы, и они быстренько залечиваются. Вот эта система, которая залечивает двухцепочные разрывы ДНК, собственно, она и встраивает трансгены в геном. Но если специально этим не озаботиться, разрывы в случайных местах возникают, соответственно, встраиваются в случайные места. Поэтому, чтобы встроить в нужное место, нужно в нужном месте порезать такие направленные ножницы. Ну, этим не то, чтобы последние несколько лет занимаются. Просто в последние несколько лет появился реальный инструмент, который позволяет, делает это очень удобно и очень быстро. Он называется CRISPR-CAS-9. Ну, довольно такая хайповая штука. И многие, наверное, кто интересуется, знают этим, про этот инструмент. Ну, даже те, кто не интересуется, я думаю, слышали. Да, нас, наверное, наслышали уже довольно часто. Он встречается и в новостях. Ну, суть его заключается в том, что есть некий белок, который может резать ДНК. Но чтобы он резал не в случайном месте, у этого белка еще есть специальная РНК, которая, ну, и тут надо все-таки школьные знания применять, да, РНК может быть комплементарно ДНК, то есть они выстраиваются друг напротив друга. И вот эта вот РНК, она, как бы, как индекс почтовый задает место, адрес геномия, где КАС-9 белок порежет разрыв, сделает разрыв. Штука довольно интересная тем, что это, вообще-то, иммунитет бактерий. Они так с вирусами борются. То есть у многих бактерий, архибактерий, есть локусы в геноме, в которых такая есть библиотека кусочков ДНК, которые... они позаимствуют от вирусов. И вот с этих библиотеки, с этой ДНК считываются те самые РНК, которые блуждают в клетке бактерий и все время сканируют, нет ли тут вируса, вот этого, который у меня есть в библиотеке. Такой антивирус. И, ну, они там периодически обновляются базой, то есть клетка заразилась, но не умерла, и она может встроить кусочек вируса вот в эту кассету, типа проапдейтить эту базу данных антивирусную и потом использовать ее для защиты. Вот. А когда его расшифровали, этот механизм ученые, то первое, о чем они подумали, хорошо, бактерии борются так с вирусами, дай вам бог здоровья, нам это неинтересно, давайте мы сделаем систему, который мы сможем в млекопитающих, там, в растениях, в общем, в любом живом организме, который захотим, делать разрыв в нужном месте, потому что в разрыв можно встраивать кусочки ДНК, разрыв может нарушать гены, ломать гены, ломать гены тоже очень интересно, биологи очень это любят, нокаутировать гены. Вот. И на основе вот этого врожденного иммунитета бактерий сделали систему, которая может носить эти разрывы. Ну и сейчас она суперактивно используется практически во многих лабораториях мира, я не знаю, сколько их, тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч, миллионы, миллиарды, ну... Миллиарды вряд ли. Да, наверное, вряд ли, конечно, но практически очень много где используется. У нас в лаборатории, в институте, я не знаю, наверное, десяток уже лабораторий, которые тоже это все используют. А есть ли случаи, когда вот этот CRISPR-Cas9 не работает? То есть он, ну, не может специфично встроить или разрезать? Или он, ну, практически всегда... Поскольку эта тема хайповая, на него накинулись очень много, очень крутых групп, и сейчас уже очень хорошо известно, как он работает. Есть куча сервисов, прям онлайн-сервисы, которые позволяют вам выбрать такой CRISPR-Cas9, такую РНК, которая будет работать хорошо. Туда прикрутили искусственный интеллект, машинное обучение и анализ больших данных. И сейчас уже вы можете просто выбрать такой район, который действительно... Ну, такой CRISPR-Cas9, который будет работать хорошо. Хотя периодически, даже если CRISPR-Cas9 отработал хорошо и внес разрыв, сама клетка может сделать сбой и унести мутацию. У нас недавно был забавный случай. Мы резали... Мы хотели вырезать небольшой кусочек из генома мыши, чтобы исследовать, как организована пространственная организация, как в геноме уложена ДНК, по каким законам она там сворачивается. И суть важна. Вот. Мы выбрали два райончика, чтобы внести разрыв и кусочек, фрагмент ДНК между ними, чтобы вылетел из генома, такую делеццию сделать, маленькую. А у нас родилась мышка, которая почему-то имела белое пятно на пузе. Вроде не должно было, но мы смотрим в геном ей. Вроде ничего не произошло особенно, как-то странно. А белое пятно есть. Ну, мы отправили ее материал на секвенирование, просеквенировали, и оказалось, что там вместо вот такой вот делеции возникла вот такая делеция, вылетел соседний ген, и он как раз отвечает и у людей, скажем, если сделать делец у этого гена у людей, то у людей тоже такое белое пятно на пузе. В каком-то определенном месте или как? Да, посрединной линии. То есть, да, это забавная штука, что на самом деле вот те клетки, которые обеспечивают нам нашу пигментацию, благодаря которым мы хоть чуть-чуть, но окрашены, ох, скользкая тема, и они мигрируют на самом деле со спины, ну, со спины эмбриона и распространяются вот как бы по пузу и вот где-то здесь сходятся. И если происходит мутация этого гена, то они немного, им не хватает стимулов вот этим клеткам пигментным, и они такие доходят где-то до середины живота и так, о, все, и все, и дальше не идут, и тут белое пятно остается, потому что там клетки не пришли. Еще тут у них очень красивые такие, у этих мышек, кончики лап белые и кончик хвоста белый. Это тоже клеткам надоело идти. Да, 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 они просто не дошли, они потому что издалека шли и где-то до сюда дошли, а типа в конец уже не дошли. У многих собак, кошек, вот эти белые лапки, носочки, это вот как раз мутация в том самом гене, который мы случайно сломали. Ну, короче говоря, Крис Прокас-Найн сейчас, ну, максимально удовлетворяет нужным вот по разрезам ДНК. Да, ну, это, ну, я не знаю, насколько он максимально удовлетворяет, у него есть неудобности. Вот если его использовать, он большой, белок очень большой, и он, скажем, вирусы, вот в те самые ленте вирусы, которые сделаны из ВИЧ, он помещается, но помещается прям с трудом, впритык. Хорошо бы, если бы он был раза в два меньше, потому что тогда было бы удобнее с ним оперировать. Ну, то есть это вот реально проблема, которая, ну, в лабораториях сталкивается. Он большой, большой белок, с ним тяжело работать. Вот. А так, в принципе, да, хорошая штука, очень удобная, можно много что делать. Можно, наверное, теоретически, ну, в смысле, не наверное и не теоретически, уже сейчас есть клинические исследования, когда используют его для того, чтобы пофиксить какие-то заболевания генетические. Давай тогда поговорим о том, чем ты конкретно занимаешься. Я так понимаю, что-то с мышами геномодифицированного. Ну, что же так узко? Не, на самом деле, мне биология чем нравится, что тут куча объектов и много-много всего разного. Обычно мы работаем с мышами, но мы работаем с клетками человека, мы работаем с клетками курицы. У нас была работа недавно, где мы исследовали геном курицы. Довольно забавно, пришлось ездить на местную птицефабрику за материалом. Вот, всякие черви, бактерии, ну, в основном на мышах, да. Ну, у нас несколько таких глобальных проектов, над которыми мы работаем. И один из них связан, вот как раз, как я говорил, с теми, мы пытаемся установить, по каким законам ДНК сложено в маленьком объеме ядра, потому что ДНК довольно длинная, в каждой клетке там около полутора метров ДНК, ну, а клетки, очевидно, маленькие, да, эти полутора метра как-то там должны быть скручены, свернуты, причем так, чтобы не как наушники там в узел не завязаться, а чтобы она могла размотаться в нужный момент и все такое. Вот, мы это исследуем, но это такой, довольно фундаментальная задача, может быть, мало интересно широкому кругу любителей биологии, но для того, чтобы это исследовать, мы используем трансгенных мышей. Мы используем мышей, в которых удаляем специфические районы и смотрим, как такие делеции влияют на укладку ДНК в конкретном гене, в конкретном районе. Вот. Плюс мы пытаемся улучшить и понять, как работает трансгенез, какие базовые механизмы обеспечивают вот эту интеграцию. Ну, какие-то у нас есть такие более прикладные задачи, скажем, у нас в лаборатории есть сейчас проект, которым мы пытаемся сделать, ну, пока не корову, но мышь, которая будет давать молоко, в котором не будет лактозы. Потому что неперемоситимость лактозы, много людей страдает этим. Ну, я не знаю, насколько они страдают, но, в общем, пить молоко они не могут. Вот. И хорошо бы сделать такое молоко, в котором лактозы нет. Вот у нас была идея, появилась идея заменить. Прикол в том, что просто выкинуть лактозу нельзя, потому что молоко испортится. Оно важно, там, осматическое давление поддерживать. В общем, без сахара в молоке оно портится. Надо заменить каким-то другим сахаром. Вот. И мы это сейчас делаем. И какой же сахар вы встраиваете в итоге? Ну, натригалоз у меня. Такой десахарид, который есть в некоторых насеках и в растениях. Ну, в животных его, ну, вот в млекопитающих вроде как нет. Ну, не знаю, посмотрим, что из этого выйдет. Пока на самом... Непереносимость треголоза. Да, мы заменим непереносимость лактоза на непереносимость треголоза, и теперь будут другие 10% страдать населения, хотя бы выбор появится. Ну, да. И как, кто-то пробовал уже это молоко? Не-не, его еще пока нету, еще пока нету, потому что там довольно хитро. Там нужно такую генную инженерию навести, чтобы вот эту, казалось бы, не очень важную задачу пофиксить, потому что надо направить синтез белков, которые будут обеспечивать синтез. Ну, треголоза — это сахар, и понятно, что гена у него нет у этого сахара. Есть белки, которые участвуют в синтезе треголоза. Их в геноме мыши, там, коровы нет. Надо их докинуть. Надо сначала выбрать, у кого взять эти гены, потом закинуть в геном, причем не просто куда-нибудь, а сделать так, чтобы они обеспечивали в нужном компарменте клетки, в нужной части клетки это все работало. То есть там довольно сложная такая, ну, реальная инженерия. Надо спроектировать так, чтобы это все не развалилось и не сломалось. Да, и помимо вот этих всяких генетических механизмов, там, мышей доить потом придется. Да, мышей доить, ну, с этим у нас все хорошо, у нас есть доильные аппараты для мышей, маленькие, но эффективные. Извините, мне реально это смешно, наверное, это собаку. Окей, то есть теперь будут люди, которым не нравится ГМО вот эти продукты, они же еще будут потом кричать, что это мало того, что молоко ГМО, так еще и от мышей, как же вообще. Не, ну мы не собираемся, не, мы не собираемся мышиную ферму по производству молока. Мыши у нас так, чтобы отработать, как бы, потренироваться сначала на кошечках, потом, может быть, когда-нибудь будет и корова, но это не факт, потому что ГМО никому не нравится, потому что это ГМО. Ну, тоже обидно, немного история, но... Вот да, кстати, про ГМО. До сих пор очень многие люди говорят, что вот, если мы едим ГМО, то там у нас, не знаю, внуки наши будут бесплодны, и все, человечеству придет конец, если мы не откажемся там сейчас. И даже дошло до такого абсурда, что там, не знаю, на соли, на пачке соли пишут, соль без ГМО. Вот, насколько это вообще оправдано все-таки? Я думаю, что человечеству, конечно, придет конец, но не от ГМО. Мы скорее там подогреем планету, чем наши внуки станут бесплодными из ГМО. Это, ну, нет, ГМО, вообще надо понимать, что генетически модифицированные организмы, они ничего общего почти друг с другом-то не имеют. Вот у нас есть у млекопитающих 20 тысяч генов, и они все разные, за разные функции отвечают. И когда делают генетическую модификацию, то, ну, докинут еще один ген. Он другой, он какой-то новый, он какое-то новое свойство обеспечивает, появление нового свойства у организма. Захотим сделать еще один организм с другой генетической модификацией, мы докинем другой ген. И между ними вообще ничего общего то не будет, кроме того, что мы в них докинули какие-то разные гены. Поэтому, ну, считать, что у всех генетически модифицированных организмов есть какие-то общие свойства, это, в общем-то, неправильно. Потому что, ну, это способ, это просто способ генетической модификации. В принципе, селекция, вот эта традиционная, которая привела к появлению коров, пшеницы, вот этого всего сельскохозяйственного, что есть, выращивается и культивируется, это тоже генетическая модификация в каком-то смысле. То есть, если вы сравните геном пшеницы и его дикого предка полбы, то тоже там будет довольно значительное различие по большому количеству генов. Просто в случае генной инженерии мы точно знаем, какую модификацию мы вносим и зачем. А в случае селекции мы надеемся на то, что окружающая среда как-то повлияет на этот организм, возникнут случайные мутации в каких-то генах и, может быть, нам повезет и эти мутации будут нам полезны. Ну, в общем-то, принципиально никакой разницы между генетически модифицированными, селектированными, селекционированными. Я не селекционер, мне можно так говорить. Отобранными. Отобранными, да, вот, отобранными, хорошее слово. Никакой разницы принципиальной нет. Ну, я вот в силу своего первого образования как бы понимаю, что если я там поем ГМО, то ничего со мной страшного, в общем-то, не произойдет. Но вот люди, которые выступают против вот этого всего, они приводят в пример, что вот там проводили эксперименты, тоже, кстати, на мышах, что вот их там кормили ГМО чем-то там, ну, зерном, видимо, или чем-то подобным, и у них, значит, там в конце, в итоге, действительно, потомство было бесплодным. Как вообще так получилось? Ну, это неправда. Ну, в смысле, что действительно, количество исследований, в которых проверялось, как генетически модифицированные организмы при употреблении в пищу влияют на множество параметров, в том числе и на плодовитость. Их несколько тысяч на данный момент произведено. И если все сделано правильно, ну, в смысле, по всем канонам науки и научного метода, со всеми контролями, интерпретация, со статистикой правильной, то есть все это скучные вещи, в которых довольно сложно разобраться, если ты не там непрофессиональный исследователь, но если все сделать правильно, исследование, поставить правильно и спланировать его, то ни одно это исследование не показало, что генетически модифицированная пища, она как-то влияет негативно или позитивно, вообще как-то влияет на потомство, на плодовитость. Ну, тут, наверное, понимать, что чаще вспоминают, что у этих животных опухоли возникают, еще что-нибудь. Ну, у мышей и у крыс у них опухоли спонтанно возникают. Если вы их будете там супер натурал органик фуд кормить, у них тоже опухоли будут. Ну, да, я наслышал, что вот такие мыши, крысы, почему-то у них довольно часто даже у всяких домашних там полезают. Ну, даже, в общем-то, понятно, почему, потому что их специально отбирали на то, чтобы у них часто возникали те или иные опухоли, потому что это было важно для исследования биологии опухоли, возникновения опухоли, для того, чтобы понять, как их лечить. То есть, мышей многих отбирали по тому признаку, чтобы у них часто возникали опухоли. Это звучит ужасно, это и есть ужасно, но это тот способ, который позволяет нам понять, как развиваются болезни и придумать способы избавления человечества от этих опухолей. Ну, то есть, это типичная работа. Короче говоря, ГМО есть можно. Ну, да, конечно. Я ем, когда встречаю. Все. твердо и четко. Ответ ученого. Окей, тогда поговорим, в принципе, про скорость развития генной инженерии, насколько она сейчас быстро развивается, насколько это трудозатратно или там финансово затратно. она сильно развивается, потому что появился Криспор. Криспор там произвел революцию в генной инженерии, сейчас все пытаются его использовать, но финансово она довольно затратна. То есть, работа с животными, в принципе, довольно дорогая, потому что там эти мыши, они хоть и маленькие, но их содержание довольно дорого обходится, особенно в Сибири. И ну это не очень очевидно, но больше всего затрат, ну одна из основных как бы статей затрат это поддержание влажности воздуха. Потому что мышам, чтобы они нормально жили, надо какую-то ненулевую нормальную влажность поддерживать. Чтобы там не стрессовали. Ну да, они же рождаются, голенькие мышата, вот. И чтобы они не высохли, надо, чтобы влажность была какая-то нормальная. Вот. А у нас зимой в Сибири довольно сухой воздух. И его нужно прям кондиционировать. И вот эти системы кондиционирования съедают какие-то просто невероятные количества рублей. И сами-то, ну там, мыши скидают какое-то небольшое количество корма, а вот система, обеспечивающая их содержание, довольно дорогие. В принципе, генетическая инженерия довольно сильно развивается, довольно активными темпами. Хотя там забавно, что есть множество каких-то белых пятен, потому что именно в фундаментальных основах генетической инженерии, к примеру, механизмы, которые встраивают ДНК в геном при инъекциях в одноклеточные организмы, ну, я имею в виду одноклеточные зиготы, мышь, там, коза какая-нибудь, вот, они до сих пор были не исследованы. Ну, потому что ученые попробовали, ага, если мы будем колоть голую ДНК в ядро, она встраивается, отлично, будем это использовать. Почему, как, ну, конечно, хороший, интересный вопрос, но оно и так работает, даже если мы этого не знаем. И вот этот вопрос оставался не исследован на протяжении, там, последних 50, что ли, лет, получается. Ну, в общем, долго, ну, 40 точно точно. Вот, и мы вот, в этом году у нас вышла статья, мы как раз решили на этот вопрос ответить. Мы прикрутили туда, ну, вопрос, в общем-то, старый, его все знают, что, ну, почему-то ДНК встраивается как-то странным образом вот в этот, в зиготы. Ну, мы решили, что все про это забыли в основном уже, и мы решили, давайте мы вспомним этот вопрос, прикрутим туда самые последние достижения биологии, секвенирования второго поколения, третьего поколения, ДНК-баркадирования, все самые понтовые модные молодежные методы, накидаем и ответим на этот вопрос. Ну, и, в общем, ответили. За 3 или 4 года у нас на этот проект ушло. Очень забавно получилось. И какой же результат, если вкратце? Если вкратце, что там есть система белков-гомологичной рекомбинации, которая при инъекции фрагментов ДНК зиготы, она их сначала выстраивает в длинные-длинные цепочки, в тандемы такие. И стройка происходит уже целого тандема. Вот мы выяснили, что в тандем они объединяются за счет рекомбинации. Ну, там очень хитрая в итоге получилась схема, но мы на этот вопрос ответили. Самое забавное, что мы, в общем-то, я так говорю, что мы решили это поизучать. На самом деле, мы думали, что там работает система то, что называется, репликации по катящемуся колесу, как у вирусов. Ну, для биологов это довольно известная тема, для всех остальных, наверное, нет. на самом деле, она довольно сложная. Да, 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 но мы решили проверить это. С самых первых результатов, которые мы получили, было понятно, что нет, она работает совсем не так, результаты какие-то странные, мы такие сначала полный отстой, ничего не получилось, потом все-таки собрались, поразбирались в этих данных и, в общем, много что интересного узнали. В общем, хотите узнать подробнее, читайте статью. Да, да, ссылки в описании. Подписывайтесь на наш канал. Может быть, кстати, реально ссылку в описании воткнуть. Окей, тогда еще такой вопрос. Генная инженерия за рубежом и в России, где она лучше развивается, где более перспективна, скажем так, или, в принципе, одинаковая? А мы сейчас как, патриотично отвечаем или по-честному? По-честному. По-честному? Ну, я думаю, что в генной инженерии, как в любой области биологической науки, примерное распределение там по странам, оно такое же, как и везде. Примерно 50% результатов в Штатах, еще 20% там в Китае и 25% в Европе и все остальное на все остальные оставшиеся страны. А, Россия, да, в России хорошо все с генной инженерией, инженерии. Я вот всегда путаюсь, но... Не, ну, в принципе, нормально. На нормальном уровне. Жить можно, следовать тоже. Тогда еще поговорим про генную инженерию как оружие. Вот эти вот генные пушки и тому подобные штуки. Насколько их вообще, не знаю, потенциально можно, может кто-то использовать там в каких-то, не знаю, конфликтах, ну, в плане, что, глобального масштаба и насколько это может вообще провести к каким-то последствиям? Ну, если так пофантазировать, то, наверное, генная инженерия, она позволяет вообще модифицировать, собирать разные генетические конструкции и геномы делать. Если делать вирусы, ну, а этим занимаются уже, я не знаю, с 70-х годов, модифицировать геному вирусов, ну, тут не надо быть супергением, чтобы предположить, что, ну, наверное, да, это можно использовать в военных целях. Наверняка есть товарищ майор, ген-инженер, который конструирует какие-то вирусы, хотя, мне кажется, вроде должно быть запрещено, но вот тут я не знаю, тут я не знаю. Ну, то есть, биологическое оружие конструировать можно. Ну, именно бактерии, вирусы. Занимаются ли этим? Ну, наверное, да. Можно ли использовать модификацию, там, человек и животных? Скорее нет, потому что это довольно сложно. То есть, это довольно сложные организмы и там какие-то функции, какие-то свойства к ним приделать. Ну, там, суперсолдата навряд ли можно сделать, потому что я вообще не представляю, что нужно модифицировать в геноме человека, чтобы получить суперсолдата. Ну, а я неплохо ориентируюсь в геноме человека. Ну, короче говоря, там, не знаю, если какой-нибудь злой гений, там, не знаю, в свою коллегу воткнет шприц с каким-нибудь, не знаю, смесью, то там с его потомками вряд ли что-то случится в итоге? Ну, чтобы с потомками что-то случилось, надо, чтобы в следующее поколение это передалось. Это если только шприцом, ну, надо в очень особенные места попадать, чтобы, ну, в принципе, так можно. То есть, есть такая модификация, ну, такой способ генной инженерии на мышах, когда вирусы вкалываются в семенники мышам, и тогда у них потомстве появляются. То есть, ну, если злой гений наберется, ну, да, наверное, можно. Окей, основную часть, я думаю, мы завершаем. Для патронов и спонсоров на Ютубе у нас будет еще дополнительная коротенькая часть, где мы поговорим про генную инженерию на людях, то есть, насколько их можно модифицировать или нельзя. Вот. А пока, Нариман, спасибо большое, что пришел. Было действительно очень интересно. Я думаю, слушателям тоже, как и мне. Спасибо, что позвали. Вот. Статью мы оставим в описании. Вот. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Спасибо, что смотрели. Пока.